Добрый день! Закончилось 8 марта. Для нас это, честно говоря, такой целый этап жизненный, который длится два месяца. Это выращивание тюльпанов, это покупка всяких других цветов. Ну, в общем, короче, все уже завершено. И в связи с этим сегодня я хочу вот о чем поговорить. Конечно, кроме срезанных цветов, многие наши дамы получили в подарок цветущие растения. Растения в горшках, которые, соответственно, цветут. Это и мини-розы, это хризантемы, это бегонии, гортензии. Ну, в общем, масса всевозможных растений в горшках. Что это вообще означает? Большинство людей не очень хорошо себе представляет, что с этим дальше надо делать и что вообще с этим может произойти. Очень коротко о других растениях, а потом перейдем непосредственно к горшичным орхидеям. Итак, все растения, которые вы получили в подарок в горшке с большим количеством цветов, это выгонка. Выгонка – это значит, что насильственным путем, благодаря большому количеству света и других всяких условий, растения заставили очень активно цвести. Но, к сожалению, это цветение, как правило, бурное в течение нескольких месяцев и затем уже заканчивается тем, что растение израсходовало свои силы и благополучно покидает этот мир. Но далеко не всем. Ну, например, мини-розы. Естественно, что эту розу, как только станет тепло на улице, можно сразу посадить в сад и она прекрасно себе. Будет зимовать ее даже не надо укрывать. Во-первых, она миниатюрная, она всегда бывает под снегом. А во-вторых, просто как бы это как обычная роза будет цвести у вас в саду, как бордерная роза. Значит, что касается, например, хоризонтем, тоже достаточно долгое цветение, но, к сожалению, они у нас не зимуют, поэтому сажать их в открытый грунт совершенно никакого смысла не имеет. И также большинство растений отцвели, ну и на этом как бы их существование в вашем доме заканчивается. Это касается азалий, который потом, растение-то может остаться и может жить, но никогда так обильно не зацветет, потому что для него, для того, чтобы образовались цветочные почки, нужен холод. Ну и так далее. Поэтому рассматривайте вот этот подарок в горшке не как то, что вы потом передадите своим внукам, а просто как такой долговременный букет. Но разговор мой сегодня пойдет совершенно о другом. Разговор пойдет об орхидеях, которые точно так же на 8 марта продаются в горшках. Самая, конечно, распространенная орхидея – это фаленопсис. Вот он, посмотрите, как устроен. Значит, он продается в таком пластиковом горшке и, соответственно, выглядит вот так. Внутри кора, корни торчат наружи, это его нормальное состояние. Ну и цветонос, как правило, с началом цветения, то есть уже какое-то количество расцветших цветков и какое-то количество бутонов. И вот так, честно говоря, и надо выбирать. Если уже все зацвело, то уже, конечно, он цвести будет гораздо меньше. Но дело все в том, что цветки на нем, если все условия соблюдены, держатся очень долго. Цветет он несколько месяцев. Ну, в зависимости от того, конечно, как дальше будете ухаживать. Ну, вот об этом разговор. Как же за ним ухаживать? Ну, одни тут же стремятся, насмотревшись интернета, перевалить в какой-то другой горшок, непонятно зачем. Но, в общем, это другая история. На самом деле, вот в этом горшке может растение существовать достаточно долго. Но другое дело, если он не вписывается в ваш интерьер, все-таки это горшок такой производственный, поэтому растение можно посадить в любой другой горшок. Какая-то чушь о том, что горшок должен быть прозрачным. Вообще мы никогда не выращивали и раньше фаленописы в прозрачных горшках. Горшок должен быть, а, красивым, б, он должен пропускать воду, должны быть дренажные отверстия, вот так, как у этого горшка. Вот. И, ну, ц, конечно, это сочетаться хорошо с самим растением. Выбор горшков для орхидеи огромный. Ну, собственно говоря, это любой горшок для комнатных растений. Поэтому, если, значит, вы хотите пересадить, делаем все очень просто. Берем растение, вытаскиваем его из горшка. Как правило, оно хорошо вытаскивается, и ком достаточно хорошо держится. Видите? Переставляем в другой горшок и досыпаем просто коры. Кора, конечно, продается сейчас везде, потому что это растение эпифитное. Мы об этом уже много раз говорили. И ему совершенно не нужно такой обычный субстрат, то есть землю, потому что, как правило, в природе, а фаленописы очень большое количество, этот род имеет природных видов. Они, как правило, прикрепляются где-то к дереву, или могут на какую-то кочку прикрепиться, там, например, на пень какой-то, или даже на стену где-то могут, там, где, соответственно, какие-то подходящие для них условия. И, соответственно, им не нужно, чтобы здесь было большое количество воды, поэтому вот так, как он в горшке сидит, очень хорошо. Значит, смотрите. Растение, конечно, должно стоять на свету, потому что свет – это залог того, что растение в дальнейшем зацветет. Это первое. Второе. Как любой эпифит, он требовательно достаточен к тому, чтобы влага была постоянной. Что это означает? Это означает, что у вас около него должен стоять опрыскиватель, и раз в день вы опрыскиваете листовую поверхность. Цветы, конечно, опрыскивать не нужно. И можете попрыскать в горшок с тем, чтобы кора была всегда чуть влажная. Можно действовать разными путями. Можно, например, опрыскивать только листья и, допустим, пару раз в неделю погружать горшок в чуть теплую воду на какое-то время. Но дело все в том, что это, на мой взгляд, делать в квартире неудобно. Поэтому, попрыскав на листья, попрыскайте на кору, и, соответственно, кора будет всегда чуть мокрая. Если горшок прозрачный, это еще и хорошо видно. Если горшок не прозрачный, вы должны просто опытным путем определить, сколько раз надо туда брызгать, как часто, потому что непонятно, какая температура в вашей квартире, и как часто будет просыхать эта кора. Но еще раз говорю, ее нельзя доводить, не стоит доводить до совершенно сухого состояния. Если таким образом вы будете ухаживать за своим полинописом, я думаю, он вас будет радовать долгие годы. Теперь, что касается цветоноса. Очень часто, когда цветки отцветают, цветонос остается живым. И потом на нем тоже образуется новое цветение. И можно оставить и подождать новых бутонов. Но я советую делать это не так, не постоянно. То есть два раза на этом цветоносе отцвел, надо обрезать их и дать ему отдохнуть. И потом он даст новые свежие цветоносы, потому что чем дольше на одном цветоносе растение цветет, тем, соответственно, цветки становятся уже мельче, дают какие-то боковые ответвления. И уже, конечно, вот так красиво не смотрится. Поэтому два раза процвел на этих цветоносах, и потом мы отрезаем. Что касается кормления. Конечно, орхидеи, как все эпифиты, нужно кормить. И, соответственно, как кормить? Значит, в этот же опрыскиватель мы можем поместить удобрение, растворить. Но обычно минеральное удобрение для подкормки растений нужно 2 грамма на литр. Для орхидеи нужно меньше грамм на литр сделайте, и это будет хорошая очень, как бы, пропорция. Точно так же в этот опрыскиватель вы наливаете воду на литр. И если он пол-литровый, значит, полграмма удобрения. И вот этим раствором опрыскиваем растение. Значит, если у вас, допустим, одного этого опрыскивателя много на одно опрыскивание, этот раствор хранится бесконечно долго. Это просто раствор соли. Поэтому вы можете оставить. Вы можете 3 раза подряд опрыснуть растение удобрением, а потом опять опрыскивать водой. То есть для эпифитов это только лучше. Поэтому кормёжка может быть вот именно такая. Если все остальные комнатные растения мы рекомендуем кормить только в светлое время года и кормить не чаще, чем раз в месяц, то поскольку у нас с вами фаленопсис стоит всё время цветущим, его можно подкармливать в течение всего года смело. Ничего, соответственно, с ним не произойдёт плохого, кроме хорошего. Но если у вас растение начинает себя плохо чувствовать, вы видите, что корни гниют. Значит, соответственно, надо уменьшить полив. Листья отваливаются. Вот тут уже ни о какой кормёжке речи не идёт, потому что это только усугубит его плохое состояние. Потому что мы знаем, что раствор соли, в принципе, не очень хорошо действует, если это избыток. А когда растение в плохом состоянии, то, соответственно, будет, конечно, только отрицательный эффект. Поэтому кормим только здоровые, хорошие растения. Это что касается фаленопсиса. Но кроме фаленопсиса у нас есть ещё другие орхидеи, которые наши девушки получают на 8 марта. И если фаленопсис всё-таки растение более распространённое, и люди как-то понимают, как с ним справляться, то, например, вот такие вот прекрасные растения называются так на орхидном жаргоне башмаки, потому что они очень похожи по форме на туфлю. Вот эти растения встречаются реже, но 8 марта их тоже прекрасно продают, и мы их продаём. Значит, башмаки, а по латыни это называется, по фиопедилюм, значит, 3 существует рода, которые имеют вот примерно такое строение. Это по фиопедилюм, фрагмипедиум и ещё один род, который растёт только на улице, поэтому его мы затрагивать не будем. Фрагмипедиумы, к сожалению, у нас сейчас не цветут, я не могу вам показать, да и вряд ли они вот так бывают в свободной продаже, в основном их продают только любителям. А вот по фиопедилюмы, они, соответственно, очень распространены, выведено огромное количество гибридов. Их и очень много природных видов, но они ценятся в основном, конечно, любителями. А вот такие крупные, красивые цветки, это, соответственно, и для любого человека, я думаю, будет очень интересно. Их очень много разнообразных совершенно форм, просто я видела тайваньские каталоги, вот такой толщины, огромные книги, где на основе просто каждого вида сделано большое количество гибридов. Природные башмаки, они тоже очень интересные. Вот смотрите, у меня просто отцвёл, нечего показать. Ну вот, например, это пафиопедилум молипоэнзе. Вот он так цветёт. Сейчас он немножко потерял цвет, а вообще это очень красивая, толстая, раздутая губа, очень как бы декоративная вещь. Но в отличие от фаленопсисов, они цветут только раз в год. Но цветок держится очень долго, тоже пару месяцев цветок держится. Уход за ними примерно такой же, как и за фаленопсисами. Но они полуэпифиты, они не являются такими облигатными эпифитами. Башмачки никогда не растут в кронах деревьев. Ну, бывает, конечно. Всё на этом свете бывает. Где-то, например, там в амшистом, в каком-то в амшистой развилке на дереве тоже, в конце концов, может поселиться пафиопедилум. Но в основном они, конечно, растут на земле. Но это не в такой земле, как мы привыкли, как растут обычные растения. Как правило, это либо какая-то болотистая почва, и они растут на кочках, либо это почва, поскольку многие из них тропические виды, это большой листовой опад. То есть земля должна быть тоже достаточно рыхлая. Но проще всего в комнатных условиях, конечно, сажать их в кору. Вот как у меня здесь они все сидят в коре, и очень хорошо при этом себя чувствуют. В кору можно добавить, вот, например, в этом, видите, волокна такие кокосовые, можно добавить что-то, но, в общем-то, на мой взгляд, это необязательно делать, и проще ухаживать за башмаками, которые растут просто в коре. Значит, уход такой же примерно, как с запаленописами, в плане освещения и опрыскивания и полива. То есть свет должен быть очень хорошим, иначе он никогда не заведет второй раз. Ну, и вообще, все растения мы всегда рекомендуем держать на окнах или близко к ним. Значит, башмаки бывают теплые и холодные. Гибриды, как правило, все теплые. То есть что это означает? Это означает, что для того, чтобы набрать цветок, цветочную почку, им нужен какой-то период пониженной температуры. Ну, что значит пониженной? Пониженной – это 12-15 градусов. Вот что такое для тропических растений пониженная температура. Это те растения, которые растут, допустим, на севере Вьетнама, в предгорье. Вот там растут такие эти самые. Но вряд ли. Любители орхидеи знают, как за ними ухаживать. А те, которые получили просто такое растение в подарок, как правило, это теплолюбивые растения. Мы держим их просто в квартире на окне. То же самое. Грунт никогда не должен пересыхать. Они еще более влаголюбивые, чем, например, фаленопсисы. И подкормка может осуществляться тоже таким же образом. Где-то раз в неделю можно смело его кормить. Конечно, когда он не цветет зимой, допустим, если зимой он не цветет, то можно как бы подкормку делать реже. Но дело все в том, что, как правило, многие природные виды, ну, собственно говоря, и на основе их гибриды, они цветут-то как раз зимой, в начале весны. Поэтому следите. Если ваш пафиопедриум пошел в рост, то, соответственно, подкормку уже необходимо делать. Вот это, что касается вот этих прекрасных растений. Я не устаю на них любоваться, потому что, конечно, орхидеи все – это чудо природы. И, соответственно, конечно, как природа создала такой цветок для меня – загадка. Но вот эти растения – это отдельная песня. Вы видите, какие необыкновенные цветы. Конечно, у себя собрать такую коллекцию будет замечательно. Ну и, наконец, растение, которое у всех покупателей вызывает недоумение – это ванда. Вот она за моей спиной. Вот как она выглядит. Сейчас я сниму поменьше размером, потому что эту тяжело держать. Значит, ванда – тоже культура, которая подверглась просто многократной селекции. И, соответственно, каких только сортов не выведено и выводится до сих пор. Как она устроена? Вот смотрите. Это ствол, на котором таким вот образом нанизаны листья. И дальше корневая система. Вот ванде для того, чтобы она жила – это облигатный эпифит. Что значит облигатный? То есть ей никогда не нужен никакой субстрат, для того, чтобы она нормально росла и хорошо себя чувствовала. У орхидеи корни меняются практически раз в год. То есть вот такие корни – это прошлогодние. Они уже ничего абсолютно не всасывают, никак не функционируют. Но не надо пугаться, не надо думать, что это растение погибло, что у него вот такие увядшие корни. Они в дальнейшем служат для удержания влаги для растущих новых корней. Вот когда растение отцветет, у него начнется бурный рост вот этих, соответственно, его эпифитных корней. Они от года к году становятся все толще и толще. И если уход хороший, правильный, то, соответственно, эта корневая система превращается в такую огромную мочку, бывает до двух метров длиной. Растение, естественно, должно находиться в помещении, вот в подвешенном состоянии. Вот оно продается вот с таким крючком. И повесить его надо ближе к окну, соответственно, или на окно. Если же у вас есть, допустим, зимний сад, то, соответственно, надо вешать на самое светлое место. Потому что сама-то ванда, у нее достаточно плотные и жесткие листья, она достаточно, нет, она требовательна к свету, но все-таки само растение может существовать в условиях небольшого затенения. Но для того, чтобы она зацвела, нужно очень хорошее освещение. А цветет ванда несколько раз в год. Вот, например, у меня дома в зимнем саду есть растения, которые цветут пять раз в год. Это просто необыкновенное совершенно зрелище, не успевает вот этот один цветонос отсвести, как уже из пазухи дальше лезет другой. Ну, конечно, цветы великолепные. Многие боятся брать домой такое растение, потому что непонятно, как за ним ухаживать. Ухаживать за ним несложно. Но единственное, что его надо каждый день опрыскивать, а если у вас, допустим, паркетный пол, вы же понимаете, что вы не можете лить влагу, которая осядет, может быть, и на мебели, и, может быть, на полу. Вот это единственное препятствие для того, чтобы растение росло у нас чуть ли не в каждой квартире. Ну, потом, конечно, цена. Растение не дешевое, прямо скажем. Для того, чтобы вырастить вот такого размера растение, нужен, ну, почти десяток лет. Так что, вот это два момента, которые могут остановить вас и удержать от покупки. Но уже если кому-то очень хочется, то, еще раз говорю, уход совершенно несложный. Свет повесить где-то близко к окну. Опрыскивание. Опрыскивание, как я уже говорила, удобрениями. Ванде это особенно нужно, потому что вообще нет никакого субстрата. Можно что еще сделать? Вот у нас, например, особенно на праздник, эта ванда продается в такой стеклянной колбе. Тогда можно ее поставить в эту колбу. Она удерживается на краях листьями, а корни просто спущены туда вниз. И когда вы опрыскиваете, то, соответственно, влага задерживается там в колбе и не попадает на пол. Но тут надо очень аккуратно, потому что если вы будете переливать, и там будет все время влажно, то корни могут начать поднимать. Но поскольку сосуд стеклянный, все это прекрасно видно. Так что если у кого-то вдруг появилась в подарок ванда, ну, может быть, любимый человек принес и подарил, и вы не знаете, что с ней делать, я вам сегодня все это рассказала. Вешаете на окно, каждый день опрыскиваете и внимательно следите за состоянием ее здоровья. Эти корни старые обрезать не надо, они еще послужат для удержания влаги для новых корней. Ну вот, на сегодня, наверное, все. Я думаю, что теперь вы справитесь со всеми своими подарками полученными. Дальше буду рассказывать про другие растения в следующих передачах. Кто-то спросил про стрелицию. У нас сейчас, к сожалению, нет ее в наличии. А все-таки рассказывать про растение надо, ну, видя его перед собой. Поэтому про стрелицию обязательно расскажем. А вам всем остальным хорошего дня и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok